Здравствуйте, ребята! Меня зовут Логинова Евгения Сергеевна. Я педагог Дворца творчества детей и молодежи Преображенский. Сегодня я предлагаю вам нарисовать елочные шары акварелью. Давайте начнем. Нам потребуется бумага, акварельные краски, кисточка мягкая, карандаш, тряпочка для кисти и стакан с водой. Для начала выполним рисунок карандашом. Нарисуем веточку, несколько. И шары. Можно нарисовать от руки. Можно взять что-то круглое, если сложно, и обвести. Один шар у нас будет покрупнее, второй поменьше. Нарисуем место, где будут висеть шарики. И берем кисточку. Начнем закрашивать фон. Смачиваем кисточку воде. Берем желтый. Красочки тоже нужно смочить. Акварель у нас любит воду. И закрашиваем фон. Веточку мы закрашиваем. Можно немного заходить на шары. Можно добавить немного красного. Он смешается и получится. Оттенки оранжевого. Можно побольше красного. От воды лист коробится. Да, вот так вот. Поэтому для этого можно его с другой стороны тоже смочить водой. Но я этого не сделала. Мы с вами будем иметь льду. Сейчас он высохнет и распрямится. Все. Фон готов. Теперь он должен немножко подсохнуть. Для смешивания цветов лучше использовать белую бумагу. Для веточки я буду брать зеленый и смешивать его, например, с синим. То есть на бумаге я буду сразу видеть какой получается оттенок. Если это делать на пластиковой палитре, то он скатывается в такие лужицы. Не всегда понятно и удобно это. Для веточек я возьму зеленый. Смешаем его с синим. Сделаю сначала иголочки холодных оттенков. Холодного зеленого. Немного побольше воды. И от веточки я рисую такие иголочки. Где-то немного может расплываться краска. Ничего страшного. Затем возьмем оттенок потеплее. Я беру также зеленый и добавляю в него желтый. Видите, получается такой теплый зеленый. Еще можно потемнее немного. Те веточки, которые у нас холодного оттенка, они как бы на дальнем плане находятся. Промываем кисточку. И приступаем к рисованию елочных игрушек. Начну с шара синего. Беру синюю красочку. Проверяю, да, который оттенок. Вот слишком темный. Нам нужно немножко водой разбавить, чтобы краска была посветлее. Смотрите, я закрашиваю шар, но оставляю здесь белые блики. Шара у нас отражается все вокруг. Затем я беру по насыщеннее синий. Смотрите, и вокруг я больше не трогаю. Закрашиваю только внутри. Блики тоже я не трогаю. Промываю кисточку. Посмотрите, на синем шаре отражается шар розовый. Это называется рефлекс. Я сейчас возьму розовый цвет, розовую красочку. Немного сделаю здесь такой вот мазок. Не очень яркий. Промываю кисточку. Пока оставлю его и нарисую шар поменьше розовый. Также я беру розовый. У вас может быть другой цвет. Можно вот такой белье красный. Также я, смотрите, вставляю здесь блики. не закрашиваю их. Беру по насыщеннее красочку. И также края я не трогаю. Рисую внутри. Также можно добавить желтый. Потому что у нас отражается все вокруг. немного. Пятнышко. Закрасим вот эти вот места. Возьмем охру. Или желтый просто. и по краям немного темню. Можно еще даже шар внутри темнить. так. И когда мы промываем кисточку и промакиваем ее, можно вот краешки вот так растушевать. Так. Теперь они должны немного подсохнуть и можно будет нарисовать какой-нибудь узор на них, если есть желание. Я решила взять кисточку потоньше и нарисовать снег. Пока у нас сохнут наши шары, можно нарисовать снежинки. Можно также побрызгать тоже. Сделаю рефлекс теперь на розовом шарике. Возьму синий. И сделаю тут такой мазок. Промывая кисточку, можно нарисовать какой-нибудь узор. Берем тоненькую кисточку, белую гуашь. Можете сами придумать любой узор, который вам понравится. Вот такие елочные игрушки у нас с вами получились. Вы можете нарисовать их любого цвета, с любым узором. Рисуйте. Поздравляю всех с Новым годом. Всем здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова